Бесстрашный перед смертью, сильный духом, храбрые бойцы батальона смерти во главе с георгиевским кавалером Марией Бочкаревой. И среди них та самая Дуся Гринева, героиня, которая запомнилась зрителю благодаря профессиональной игре Янины Малинчик. С виду непоколебимая и непоколебимая в действиях, а внутри все же женщина. Сложный путь, который ей довелось пройти от простой девушки до солдата женского подразделения. С волнением наблюдали зрители с телеэкранов. И таких ролей, в которых собраны сильные качества прекрасной половины, талантливой актрисе довелось играть не единожды. Героиня Горького Квашня, Зорька из постановки, очень простая история. Варя, исполюбившаяся брещанам современной истории, молодая семья снимет квартиру и многие другие. Кажется, сильные стороны женщины, переданные так реалистично, присущи и самой Янине Малинчик. Пообщавшись с актрисой, последние сомнения в этом предположении сразу улетучились. Наоборот, намного сложнее играть слабых людей. И пришлось, это случилось в такой момент в последней работе моей, как бы этот ретериал. Но там вот как раз слезы, минимум силы воли и характера. И я понимала, что мне намного сложнее сориентироваться. И меня просто направлял режиссер, потому что от себя я не могла ничего привнести. Потому что мои какие-то жизненные реакции в этом не помогали совершенно. В случае, ну да, больше по жизни, ну мне кажется, это как бы зависит больше от фактуры. Женщина как бы сильная, большая, она должна быть обязательно волевой и смелой. И, ну, по жизни, в принципе, не так оно и происходит чаще всего. Каждую из своих героинь по признанию самой Янины Малинчик. Актриса пытается наполнить и дополнить. Показать, что в жизни сильных людей есть место слабости и наоборот. Каждая героиня многогранна и противоречива. Все зависит лишь от того, как преподнести роль, уверена Янина Малинчик. К каждой работе она подходит индивидуально. Готовясь сыграть очередную героиню, прибегает к разным методам погружения в образ. Изучает литературу, наблюдает за поведением людей в обычной жизни. Подмечает детали, вплоть до говора и диалекта, жестов и мимики. Все это помогает ей тонко передать характерность персонажа. Если это, допустим, на дне, там я прям не стесняюсь. Я как бы в жизни против ненормативной лексики. Я перед на дне, все ребята знают, мы ведем себя так немножко, погружаясь в это все. Мы грызем семечки, мы общаемся довольно грубовато друг с другом. Но это происходит такое полупогружение, наверное, в атмосферу. И это очень здорово помогает, потому что, когда мы выходим на сцену, мне на репетициях было безумно трудно хамить, очень трудно. Вот сейчас в данном случае это помогает как-то поймать, наверное, настроение, эту нотку и, собственно, выйти уже в этом состоянии. Более десятка лет Янина Малинчик выступает на сцене Брестского академического театра драмы. Помимо этого снимается в кино. Работа ее вдохновляет, новые роли, по словам актрисы, новый барьер, который она с интересом и профессиональным азартом стремится преодолеть, всегда с улыбкой и огромным желанием. Результатом такого творческого порыва становится ее запоминающаяся героиня. Оценка профессионализма – награды. Одна из них победа в номинации – лучший женский дебют за роль в фильме «Батальон» на международном фестивале «Созвездие». Хороший партнер, первый скажу, что вот мы танцы, у нас много танцев, вот, она очень хорошо танцует, просто прекрасно танцует, помогает во многом мне, молодому актеру, вот. И от человека она замечательная. Публика знает, что она хорошая актриса очень сильно, и Брест должен гордиться, что у нас есть такая актриса. Яна – мать, Яна – женщина, обладающая, мне кажется, всеми женскими достоинствами, которые, так сказать, импонируют мужчинам. Монументальная и характерная, колоритная, талантливая и убедительная. Внимательно изучив отзывы о ней на разных интернет-источниках, эти характеристики оказались наиболее частыми. Зрителя, как известно, не обманешь своей игрой, она заставляет поверить ее героям, услышать их и прислушаться к ним. В этом и есть изюминка Янины Малинчик – сильной актрисы и сильной женщины.